Стражей в тот же срок со дня вручения уходной приговора, а также в случае подачи апелляционной жалобы, осужденной в праве подавства по своему участию в рассмотрении вагонного гео судом апелляционной станции. Потому что сейчас автоблогинг превратился в какое-то очкастое, унылое говно с привкусом черной алькантары, и на самом деле нету той харизмы, нету того человека, кто действительно показывает класс. Я думаю, что Давидыч вернется в любом случае в YouTube, в блогинг, это основная его аудитория там любимая сидит, и он покажет как надо. Будет ли он таким резким, таким активным? Я думаю, что сейчас уже вряд ли, но тем не менее время покажет, и на самом деле я желаю ему успехов. Он очень сильно похудел, он потерял много здоровья за это время, многие на его бы месте сломались, но он не сломался, не пошел на сотрудничество со следствием, не написал там прошение помилования на имя президента или там начальника ГАИ, против которого он, Коваленко выступал, и он настоящий мужик. Настоящий мужик. И даже если вы считаете, что он был в чем-то виноват, мы этого не знаем, даже если вы считаете, что он был в чем-то виноват, нельзя человека сажать в такие сложные условия за экономические преступления. Потому что даже если есть экономический какой-то ущерб, то выплачивается он в полном размере, или пускай даже в десятикратном человек выходит на свободу или хотя бы под домашний арен. А тут начали присылать его, его семью, его жену, гражданскую Анну Каганскую, его мать, очень сильно перенервничала все имущество его и так далее и тому подобное. Поэтому, друзья, я вас всех поздравляю. Скоро, очень скоро начнется, можно сказать, передел автоблогинга, ютуба и будет на самом деле очень интересно. Так что, если вам было интересно это видео, подписывайтесь, сренивайтесь. Пока и увидимся в ближайшее время. Субтитры сделал DimaTorzok